Армения не предоставила какую-либо информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев в ходе Первой Карабахской войны. Об этом на дебатах в ходе зимней сессии Пассена. Тему «Положить конец вынужденным пропажам без вести на территории Совета Европы» заявил член азербайджанской делегации Кямал Джафаров. Данный факт, по словам парламентария, вызывает подозрения. Эти азербайджанцы были убиты в условиях грубого нарушения права на жизнь, предусмотренного во второй статье Европейской конвенции. 3890 – это не просто число, а количество азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Армения не зарегистрировала или же не изучила в необходимом порядке в соответствии с требованиями Европейской конвенции по правилам человека, пропавших без вести около 4000 азербайджанцев, не предоставила информацию о них. Тем самым нарушила сразу несколько статей этого документа. Кроме того, не предоставляя близким и родственникам пропавших без вести азербайджанцев информацию о них, Армения продолжает подвергать моральным истязаниям этих людей. Одно из самых тяжких преступлений против человечества совершено в городе Ходжалы Азербайджана. Из 613 жителей Ходжалы, убитых армянскими военными формированиями, 63 ребенка, 106 женщины. О судьбе пропавших без вести 196 ходжалинцев до сих пор ничего не известно. Глава азербайджанской делегации Саммит Сеидов отметил, что в Армении до сих пор имеют место реваншистские настроения, поэтому соблюдать обязанности, взятые Ереваном перед Советом Европы, и расследовать вышеназванные преступления в этой стране не намерены. Реальная оценка событий в Армении является ключевым условием стабильного развития этой страны. Нынешний экономический и политический кризис в Армении проявляет себя. Мы не сможем помочь этой стране в условиях существующего хаоса в армянском обществе и реваншистских настроениях у политиков, проигравших войну. Из-за этого хаоса президенту этой страны также пришлось уйти в отставку. Если подобное положение дел продолжится, то от участия Сарксиана не застраховано и правительство Пашиняна. Одним словом, некоторым армянским политикам следует пересмотреть приоритеты и выбрать курс на благо развития и светлого будущего своей страны, что без установления нормальных отношений с соседними государствами невозможно. А это предполагает отказ от необоснованных территориальных претензий и грезах реванша. Эльнара Алиева, CBC Продолжение следует...